Об активизации усилий речь зашла и в другой сфере, контроля за силовиками. Президент поручил специальной рабочей группе подготовить предложение, как оградить бизнес от излишнего внимания силовиков. Это уже обсуждалось на Петербургском экономическом форуме. Это теперь должно принять официальную форму. Хотя при этом и коммерсантам самим обещали скрупулезный контроль. Например, антимонопольная служба будет очень четко отслеживать обоснованность роста тарифов у сотовых операторов. Ведь после принятия пакета антитеррористических законов, так называемого пакета Яровой, мобильные сети уже заявили, наши услуги станут дороже. Мой коллега Павел Пчелкин читал пакет Яровой и другие законы, подписанные на неделю, чтобы узнать, как жизнь изменится и у кого. Россия далеко не первая страна, ужесточившая антитеррористическое законодательство. Через это прошли, например, Великобритания, Германия, США, Франция и многие другие. Российский пакет новых антитеррористических законов – попытка привести законодательство в соответствие с вызовами, которые бросает миру глобальный террористический интернационал. Терроризм молодеет. Экстремисты вербуют даже подростков, убеждая, что из-за возраста им ничего не будет, даже если поймают. Этот их аргумент теперь устранен. Возраст привлечения к уголовной ответственности за террористические преступления пришлось снизить до 14 лет. Уголовный кодекс пополнился новыми составами преступлений, в частности, это международный терроризм, то есть теракт за границей, подвергший опасности жизни и здоровью россиян. За это грозит от 10 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Уже не секрет, что почти 3,5 тысячи граждан нашей страны воюют среди террористов в Сирии и Ираке. Чуть ли не каждый месяц выявляется около сотни человек, причем прежде на родине их невозможно было привлечь к ответственности. Теперь все изменится. После принятия этих законов к ответственности может быть привлечен и тот, кто знал о готовящемся или совершенном теракте, но не сообщил об этом властям. Наказание за такое молчание, лишение свободы до одного года или штраф до 100 тысяч рублей. Исключение сделано по понятным причинам для супругов и близких родственников. Ответственность за терроризм и экстремизм будет более суровой. Увеличены сроки и штрафы. Длительность заключения теперь будет начинаться с 10 лет, а не с 8, как прежде. А за возбуждение ненависти и вражды можно будет лишиться свободы на срок до 5 лет, а не до 4, как раньше. Наибольшие споры в парламенте и в профессиональном сообществе вызвали новые правила для сотовых операторов. Содержание сообщений, изображения, звук и видео сотовой компании будут обязаны хранить 6 месяцев. А сведения о фактах соединений или передаче сообщений – 3 года. Но для хранения таких объемов информации, утверждают сотовые операторы, могут потребоваться триллионы рублей на создание дата-центров. Президент поручил правительству и ФСБ подумать, как свести к минимуму риски, уделив особое внимание пунктам, требующим больших финансовых затрат и модернизации оборудования. Минпромторгу России совместно с Минкомсвязи России провести анализ и представить предложение в части возможностей, сроков и объемов финансовых затрат в целях организации производства отечественного оборудования и создания отечественного программного обеспечения, необходимого для хранения обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей сети интернет, информация об этих пользователях с указанием конкретных производственных площадок в Российской Федерации. Кремль дал понять, что реализация законов будет идти под строгим контролем правительства, и не исключено, что в них еще будут носиться коррективы. Например, Минсвязи предлагает дополнительно проработать вопрос о хранении данных. Если такие поправки появятся, их будет рассматривать уже новый состав Госдумы. Цель поправок единороссов в закон о торговле – облегчить жизнь поставщикам товаров в крупные торговые сети. Вряд ли простые покупатели догадываются, сколь тернист путь товара небольшого производителя до прилавка гипермаркета. Не знают они о том, что 10% от стоимости своего товара поставщик выплачивает сетевому магазину лишь за то, что его товар окажется на полке. Премия с оборота, которая существовала в виде 10%, к сожалению, она превратилась в фактический налог в пользу торговой сети. То есть это не был инструмент поощрения. Он выплачивался просто как дань. И, конечно, в таких условиях, когда производитель просто должен заплатить 10% за то, что у него принимают товар к продаже, это, безусловно, ущербная ситуация. Подобных выплат и навязанных услуг ритейлеры напридумывали немало. Теперь, по закону, все эти бонусы поставщиков в пользу торговых сетей не должны превышать 5% от стоимости товара. Также закон сокращает сроки расчета сетей с поставщиками за проданный товар. На это дается не больше 30 дней. Прежде производители ждали денег месяцами. Взаимоотношения поставщиков и продавцов будет пристально отслеживать антимонопольная служба, которая получила дополнительные полномочия. Подписал президент и поправки к законодательству об использовании сельхозугозий. Дело в том, что сейчас, по подсчетам экспертов, в России простаивает 28 миллионов гектаров земли, предназначенной для сельского хозяйства. По мнению единорозов, это недопустимое расточительство. Разработан ряд мер с тем, чтобы стимулировать собственников этой земли производить на ней сельхозпродукцию и не использовать ее в других целях. Действующий закон имел пробел по истечению 5 лет. Если собственник на ней не обрабатывает, то государство должно бы ее изъять. Но так как собственник через 4 года продает эту землю своему сыну, своей жене, своему брату, то государство обязано ждать еще 5 лет. Сегодня в законе прописана прямая норма, что новый собственник, который эти земли купит на торгах, за цену, установленную рыночной или кадастровой стоимости, обязан в течение одного года начать ее обрабатывать. Теперь, если в течение года собственник сельхозземельни начнет на ней аграрную деятельность, муниципальные или региональные власти могут добиться через суд того, что эта земля будет выставлена на торги. Поправки вступят в силу с 1 января следующего года. Разработчики поправок особо подчеркивают, что эти нормы не касаются ни земель, предназначенных под дачные участки, ни садоводческих товарищей, ни земель, выданных гражданам под огородничество и садоводство. Павел Челкин, Надежда Каширская, Марина Светлая, Виталий Зайцев. Воскресное время. Первый канал.